Будем ходить не по бутикам, а по вещевым лавкам. А менеджеров переименуют в приказчиков. За злоупотребление иностранных слов в России, возможно, будут штрафовать. Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказаниях за неоправданное употребление иностранных слов в русской речи. Его Захар Письменных сегодня занимался этой темой, он сейчас в студии. Захар, ну пока мы эти слова можем произносить, а вы можете их перечислить, чтобы мы знали, за что нас могут оштрафовать, если что? Да, обязательно сейчас перечислю, но начну с того, что депутаты настаивают на том, чтобы заменить иностранные слова, которые плотно вошли в нашу жизнь за последние несколько лет русскими синонимами, предварительный список вот какой. Например, бизнес-ланч планируют заменить на деловой обед. Сингл должен стать песней, а стартап – малым предприятием технологического уклона. Но это далеко не все. Одно из самых популярных, наверное, заимствований последних дней – это слово «селфи». Если кто-то не знает, то это когда человек сам себя фотографирует на телефон. Можно, например, заменить «себяшкой». В то же время даже первые лица государства делают селфи и подписывают это в социальных сетях именно как селфи. Поехали дальше. Модное слово «бутик». Планируют заменить на «лавочку». Тут интересно посмотреть, кто первым из бизнесменов переименует свой магазин в модную «лавочку». Далее пойдем «автодилеры». Что звучит солидно, согласитесь, планируют заменить на «автопосредником». При этом, если произнести запретное слово публично или, например, разнестить рекламу бизнес-ланча, то за это может грозить штраф для юридических лиц до 50 тысяч рублей, а для простых граждан до 2,5 тысяч рублей. Это если такой закон примут. К слову, за проезд на красный свет у нас штрафуют только на тысячу рублей. И сегодня о значении иностранных слов в русском языке мы поговорили с доктором филологических наук, доцентом Еленой Оситровой. Давайте послушаем ее мнение. Число иностранных слов в русском языке измеряется тысячами. Каждое слово, которое существует в любом языке, в том числе и в русском, и используется теми людьми, которые говорят на этом языке, оказывается необходимым. Если слово адмирал, или слово пальто, или бизнес-ланч, как вы мне говорили, или менеджер, или дежавю присутствуют в каком-то языке, значит оно нужно. Самое интересное, что депутаты не планируют трогать самое дорогое, наверное, для себя, ведь слово депутат произошло от латинского депутатус, то есть посланный. Кроме того, слово штраф это тоже заимствование из немецкого. И таких примеров очень много, я напомню, что закон еще не принят, и возможно будут какие-то доработки. На этом у меня все. Ксения? Забавно очень звучит себяшка, да, вместо селфи. Спасибо, Захар. Спасибо. Продолжение следует...